А мы снова отправляемся на юг Беларуси. Хоккейный Гомель. О нем столько судачили в уходящем хоккейном году. Где правда, а где ложь, говорит директор, мы удивляемся. Ничего ты не знаешь, Леонид Ликаревич. Под таким девизом прошло очередное наше интервью с самым уверенным в себе директором клуба, гомельским Виталием Усовичем. Разгромы в суперфинале континентального кубка, 0-4 в четвертьфинале плей-офф от Молодечно, только пятое итоговое место в чемпионате. Факты, которые вроде недвусмысленно говорят о неудачности сезона. Однако у руководителя своя собственная, уникальная реальность. Выступление можно, скорее всего, отметить как положительное. Почему? Потому что самая главная задача, которая ставилась перед командой, это пройти полуфинальный этап континентального кубка и выйти в финальную стадию. Он был выполнен. По итогу розыгрыша финальной стадии команда заняла четвертое место в финале континентального кубка, что позволило присвоить звание мастеров спорта Республики Беларусь 17-ти хоккеистам команды экстралигии. То, что касается нашего выступления в чемпионате, то мы не понизили свой рейтинг, назовем вещи своими именами. Мы не опустились ниже, хотя нам и не удалось подняться выше. Каждый сезон ставит перед собой вполне четкие определенные задачи. Два года тому назад мы ставили себе задачу выиграть Кубок Республики Беларусь, Кубок Руслана Салия. Мы эту задачу выполнили. В этом году мы поставили себе задачу пройти через полуфинальную стадию континентального кубка. Мы ее выполнили. А еще это мы назвали отпуск Хмыля, дело ведь обычное посреди сезона, громким словом «отставка». И подавали ее как расплата за ссор из избы. Надо ж такое придумать. Еще раз только могу сказать, слишком много эмоций было по факту игры на континентальном кубке. Если же говорить конкретно о работе Олега Владимировича Хмыля, то мы совместно проработали три сезона. И я хочу сказать слова огромной благодарности Олегу Владимировичу, потому что мы вместе выиграли бронзовую медаль чемпионата, выиграли Кубок Салия и вышли в финал континентального кубка. Поэтому я считаю, что и для клуба, и для Олега Владимировича это было очень плодотворное сотрудничество. Сотрудничество завершено концом этого сезона, то есть на сегодняшний день официально мы расстались с Олегом Владимировичем. Сообщение из уст ушедших игроков и бывшего тренера Олега Хмыля о финансовой несостоятельности клуба тоже всего лишь наговоры и наветы. А мы верили, глупцы. На сегодняшний день клуб находится в устойчивом финансовом состоянии. Если были по ходу сезона у нас какие-то нюансы, то на сегодняшний день вопросы решены, вопросы исчерпаны, и мы с большой уверенностью вступаем в следующий сезон. На сегодняшний день, если вы будете разговаривать с хоккеистами, независимо от того, кто ушел из хоккейного клуба Гомель, или тот, кто на сегодняшний день пролил контракт, я не думаю, что найдется хоккеист, который скажет, что какие-то принятые обязательства, которые клуб принимал на себя, они не исполняются. А сомнение в том, что смена рулевого за полтора месяца до плей-офф оправдана и своевременно. Неужели мы не поняли, что это стратегическое решение? Уже тогда начало работы с прицелом на грядущий сезон. По факту на сегодняшний день уже в течение определенного времени до плей-офф и плей-офф с командой работал Сергей Стаси. Поэтому мы не видим необходимости на данный момент менять наставника хоккейного клуба Гомель, потому что у Сергея Леонидовича есть определенные, скажем так, свои взгляды. Они позитивные, они прогрессивные. У него есть свое мнение по поводу формирования команды. У него есть свой взгляд по поводу тактических схем и игровых наработок. И мы считаем вполне возможным дать Сергею Леонидовичу возможность поработать с командой и проявить свои тренерские возможности в следующем сезоне. Достигнуто соглашение, и Сергей Стаси будет главным тренером хоккейного клуба Гомель на следующий сезон. Агрессивный стиль, который на сегодняшний день Сергей Стаси пытается проявить нашей команде, я, наверное, соглашусь с ним, что у нас команда молодая. Это молодые игроки. У нас на сегодняшний день нет опытных защитников, которые могли бы в полной мере закрыть оборонительную линию. И, наверное, целесообразно делать то, что он пытается использовать молодость, напор, играя именно в агрессивный хоккей. К слову, тогда же нам заявили, что в следующем хоккейном году Гомель будет нацеливаться на медали. Или это мы плохо услышали, или опять вырвали горячую фразу из контекста. Но сейчас, видимо, поэтому все формулируется осторожнее. Поэтому будем здесь идти поэтапно, начиная от комплектования команды. И когда мы уже будем видеть свой состав, когда мы будем видеть составы соперников, я думаю, что где-то в августе месяце мы четко будем понимать свои возможности, свои перспективы на следующий сезон. Ставка на молодежь и собственных воспитанников. Разве это не благо? Места и призы, разве только они, являют собой оценку деятельности хоккейной структуры? Ответы очевидны, разумеется. Могу сказать, что на сегодняшний день гомельский хоккей развивается достаточно динамично. Мы не можем похвастаться медалями. И спорт можно поделить на несколько составляющих, как вы сами понимаете. Можно во главу угла ставить забоевание медали, но что бы это ни стало. Можно во главу угла ставить развитие и делегирование своих воспитанников, своих игроков в сборные команды различных уровней. Поэтому то, что касается делегирования наших игроков в сборная команда, здесь мы очень широко представлены как в У-18, так и в У-20. И я считаю, что в этом компоненте мы абсолютно достойно занимаем свою нишу в хоккее Республики Беларусь. На сегодняшний день у Сергея Стасия нет такой четкой, как вы можете сказать, какой-то давящей позиции на то, что мы обязаны формироваться только своими воспитанниками. У Сергея Стасия есть цели и задачи на предстоящий сезон. Исходя из этих целей и задач, исходя из того хоккея, который он видит, в который будет играть команда, он должен подобрать себе исполнителей. Будут это собственные воспитанники Гомеля, или это будут игроки, приглашаемые из других клубов, из другого региона, или это будут легионеры, должен определять главный тренер. Мы оговорили, разумеется, тот финансовый аспект, который будет присутствовать при формировании команды. Поэтому, само собой, что мы будем укладываться в те рамки, которые определяет Федерация Хоккея Республики Беларусь. При этом мы не будем вступать в войну бюджетов, это само собой, вы знаете нашу позицию. А Захаров, Гусов и же с ними. С чего это они вдруг без причин озаботились состоянием гомельского хоккея и ополчились лично на главу клуба? Разве они знакомы с положением дел изнутри? Ничего мы не знаем. Я могу еще раз повторить, что конструктивную критику от специалистов я всегда воспринимаю очень даже нормально. А то, что касается, как вы говорите, в общем оценки работы, то возможно когда-нибудь я напишу об этом книгу. Презентую ее вам, вы сможете почитать и полностью оценить все происходящее за те сезоны, которые я отработал.